МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. Несмотря на режим всеобщей самоизоляции, севастопольские влюбленные продолжают вступать в брак. О том, как в органах ЗАГС города-героя создаются новые семьи, в репортаже со свадьбы журналиста независимого телевидения Севастополя. Идея пожениться в конце апреля оказалась нам прекрасной. Весеннее солнце, теплый ветер, цветущие деревья и мягкая зелень. Идеальные декорации для идеальной свадьбы. Родные и близкие были приглашены. Место для праздника выбрано, свадебное платье куплено. Осталось дождаться намеченной даты. Но все планы на самый счастливый день в жизни любой девушки изменил коронавирус. Чтобы не жениться в экстремальных условиях, в ЗАГСе предложили перенести дату регистрации, но мой жених был непреклонен. Жизнь идет, она не останавливается на месте. Для любви нет преград. Я считаю, это прекрасный повод доказать это, совершить акт бракосочетания ввиду того, что солнышко светит, все хорошо. Впрочем, узнать, как это, жениться во время карантина, решили не только мы. По данным отдела ЗАГС Гагаринского района Севастополя, из 63 пар, которые решили расписаться в апреле, изменить дату захотели только 11. Еще одни счастливчики Эдуард и Екатерина к ситуации с ограничением работы регистраторов отнеслись с позитивом. Пара познакомилась на интеллектуальных играх, и уже через год после первой встречи влюбленные решили узаконить свои отношения. Пандемия – не причина отменять долгожданную свадьбу, уверены ребята. Кроме того, после такого бракосочетания уж точно будет, что рассказать своим детям. Это уже сейчас эксклюзив, потому что никто не женится. Ни у кого такого бракосочетания еще не было. Да, очень много переносится, а мы решили, почему нет. Мы хотим вступить уже в брак. Чтобы суметь пожениться во время пандемии, пришлось подключить всю свою находчивость и смекалку. Ювелирные магазины закрылись, поэтому подходящие обручальные кольца мы искали во всех церковных лавках города. Чтобы собрать букет невесты, жених объехал все точки по доставке цветов. А вот свадебные туфли до закрытия магазинов я купить не успела. Поэтому их одолжила подруга, которая уже давно и счастлива замужем. Назначенный день в двери ЗАГСа мы зашли только вдвоем, а наши счастливые улыбки закрывали медицинские маски. Во дворце любви действуют строгий пропускной режим и меры безопасности. И вот все документы подписаны, штампы поставлены, а кольца надеты. Чтобы не снимать маски, пришлось обойтись без традиционного поцелуя. А затем прозвучали такие долгожданные слова. 25 апреля 2020 года в городе Герои Севастополя ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Примите это свидетельство о браке как первый и главный документ вашей семьи. Признанный государством. Живите дружно. Конечно, не всем по душе такая церемония в условиях жестких ограничений. Поэтому для тех, кто решил пожениться в этот непростой период, севастопольские ЗАГСы предлагают повторить события в более торжественной атмосфере. Также мы прекрасно понимаем, что это прекрасное событие не должно остаться незамеченным. И предлагаем, когда более-менее обстановка станет возможной, позволять это сделать, также обратиться к нам и, может быть, еще в торжественной обстановке еще раз пережить те прекрасные минуты и вручение свидетельств и поздравления гостей, поздравления торжественные от органов ЗАГС, чтобы все-таки зафиксировать в своей памяти такую замечательную дату. Длинной речи регистратора не было, зато нас от всей души поздравили родные и близкие. Входить в ЗАГС вместе с нами им было нельзя, поэтому небольшая, но дружная группа родственников с нетерпением ждала нас у дверей. Здесь же подняли первый тост за счастье молодой семьи и здесь же закрепили долгожданный союз с первым супружеским поцелуем. Отмечать создание новой семьи в условиях режима самоизоляции приходится так, как это делали наши мамы и бабушки в тесном семейном кругу. Впрочем, такое скромное торжество никого не смущает, ведь главное в этом празднике – любовь, которая способна преодолеть даже пандемию. Ура! Екатерина Решетникова, Анатолий Паньков, СЕВН Форумбюро Севастопольские врачи, работающие с зараженными коронавирусом, получат дополнительные выплаты из городского бюджета. Об этом на заседании правительства Севастополя доложил директор Департамента здравоохранения правительства города Сергей Шиховцов. Он уточнил, средства получат течи и специальности не попали в общий перечень федеральных выплат. Это врачи-рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, врачи клиника-диагностической лаборатории, в том числе лаборатории, которую мы открыли, биологи, медицинские сестры, функциональной диагностики, рентгенолаборанты, медицинские сестры и лаборанты клиника-диагностической лаборатории, младший медицинский персонал клиника диагностической лаборатории. Также дополнительные выплаты получат анестезиологи и реаниматологи, которые оказывают помощь севастопольцам в стационарных условиях в городской инфекционной больнице и больнице номер 9. Всего 59 человек из числа работников. Врачи 27,5 тысяч рублей, средний медперсонал 13,800, младший медицинский персонал 8,300. То, что касается городской инфекционной больницы, 27,5 тысяч рублей – это врачи, и 13,800 – это средний медицинский персонал. Выплаты медики будут получать до отмены режима повышенной готовности, резюмировал Сергей Шаховцов. Дополнительные выплаты врачам и другим медработникам, борющимся с коронавирусом, не будут облагаться налогом. Такое заявление сделала член Совета Федерации Федерального собрания России Екатерина Алтабаева. Она пояснила, для того, чтобы реализовать такую меру поддержки, было необходимо инициировать изменения в налоговом законодательстве страны. Также было внесено изменения, коснувшиеся предпринимателей, которые сейчас работают и несут дополнительные расходы. Им необходимо закупать средства дезинфекции и защиты для сотрудников, работающих на производстве. Для того, чтобы это время не ложилось на их плечи, также были внесены изменения в налоговое законодательство. Кроме этого, облегчены условия получения пособий для одинокопроживающих людей. Это еще один закон, который уже одобрен президентом России, пояснила Екатерина Алтабаева. Очередное заседание Совета Федерации запланировано на май. В рамках парламентского часа на встречу будет приглашена заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Они будут освещать вопросы, связанные с противодействием коронавирусу. Севастопольские ветераны получат выплаты ко дню победы из бюджета Москвы. Столица передала городу-герою 12,5 миллионов рублей. Как сообщили на заседании правительства Севастополя, получить выплату должны будут приблизительно 2100 человек, по 6000 рублей на каждого. Шесть категорий. Это федеральные категории. Следующие лица, имеющие особые заслуги перед государством, это герои Советского Союза, инвалиды Великой Отечественной войны, которые указаны в статье 5 ФСМ, ветераны Великой Отечественной войны, супруг или супруга погибших, умерших инвалидов Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды, участники боевых действий. Эту традиционную субсидию Севастополь получает от Москвы не первый год. В этот раз объем выплат увеличился с 5 до 6 тысяч рублей по сравнению с предыдущим годом. Поддержку наши ветераны должны будут получить до празднования Дня Победы в первых числах мая. И в продолжение темы. Мы помним. В год 75-летия Великой Победы хочется еще раз сказать, что память о предках, героически прошедших Великую Отечественную войну или сложивших голову в боях, будет год от года храниться в наших сердцах. Телеканал НТС начинает проект «Фотоальбом героев». Мы хотим собрать воспоминания и документальные свидетельства о людях, не жалевших жизни ради защиты Родины от врага. Почти каждый севастополец хранит такие воспоминания о собственных предках. Поделитесь ими, чтобы лицо героя увидели и другие, чтобы ваш рассказ вышел за рамки семьи. Мы ждем от вас копию исторической фотографии героя и несколько фактов о его военном пути в текстовом формате или видеозаписи на электронный адрес редакции инфо-собака-нтс-дефиз-тв.ком Сохраним воспоминания вместе. Строгий контроль, прозрачность голосования о поправках Конституции обеспечат корпус общественных наблюдателей. 27 апреля в Общественной палате Севастополя подписано онлайн-соглашение с некоммерческими организациями города. Программа, которую разработала Общественная палата Российской Федерации, позволит подготовить наблюдателей за ходом голосования о поправках Конституции. Представители НКО научат работе на избирательных участках. Волонтеры обеспечат законность организации плебисцита и подсчета голосов. К нам обратились и общественные организации, которые работают конкретно в социальной сфере. Это Лига социальных работников, это Севастопольское объединение профсоюзов, это Общественная организация «Миротворец», это Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, это Дар жизни общественной организации, и многие другие, те, которые вышли сегодня в дистанционном формате. Необычный удаленный формат встречи с общественниками применили впервые. Причиной всему – ограничительные меры и самоизоляция. Мы не можем никаким образом иначе. Этот формат, другой формат, привычный формат, когда за столом садятся люди и просто подписывают соглашение сейчас реализовать, но тем не менее готовиться нужно к голосованию общероссийскому, готовиться нужно. Общественные организации «Севастополя» выберут достойных кандидатов. Они сформируют пол наблюдателей, которых подготовят к работе на участках в день голосования. Общественным наблюдателем может быть физическое лицо старше 18 лет, которое не является судьей, адвокатом, не судим, дееспособен. Это может быть каждый из вас. Обучающие семинары проведут удаленно. Участникам вебинара представят золотой стандарт общественного наблюдения. Документ утвердил Совет Общественной Палаты Российской Федерации в марте 2020 года. Он делится на две части. Стандарт золотой в день голосования и стандарт золотой до дня голосования. До дня голосования состоит из 28 пунктов действия общественного наблюдателя, соответственные критерии оценивания им работы. Работа избирательной комиссии, действия избирательной комиссии, помещения, документы. И, соответственно, второй стандарт, 58 пунктов, это в день голосования. Заявки на участие в общественном наблюдении подали около 40 тысяч кандидатов из разных регионов России. Севастопольцы войдут в состав большой команды. Екатерина Коломеец, Анатолий Паньков, Севанформбюро. Отопительный сезон в Севастополе завершится 1 мая. Соответствующие решения приняли в правительстве города 27 апреля. Как доложил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, предприятия в ближайшее время начнут подготовку к грядущему сезону. Котельные начнут формировать аварийный запас топлива и закупать инструменты. Впрочем, тепло в батареях горожан может продержаться подольше, если об этом попросят люди. Еще до 1 мая есть. У нас еще есть возможность получить обратную связь от горожан. Ну, очевидно, что надо уже заканчивать документы, отпримем. Ремонт двора по улице Хрусталева, 119 затянулся на неопределенный срок. В конце февраля строители сняли асфальт с дорожек и наметили новые тропинки. Однако спустя месяц работа остановилась. Местным жителям неизвестно, ни какая компания ремонтирует двор, ни когда закончится благоустройство, ни как будет выглядеть площадка после вмешательства строителей. Понятно только, что горожан не устраивает обилие планируемых дорожек и торчащие из земли поврежденные корни деревьев долгожителей. Горы снятого асфальта и земли вперемешку со старыми бордюрами и ветками. Так, двор домов номер 119, 123, 125 по улице Хрусталева выглядит уже почти два месяца. По словам местных жителей, в конце февраля сюда приехали рабочие. Сначала площадку ремонтировали в ускоренном темпе, но со временем количество строителей постепенно уменьшалось и в конце концов работа во дворе заморозилась. В феврале приехали работники, так дружно расковыряли экскаваторы, человек 10 работало. Ну так быстро работали, что думали, ну все, сейчас за неделю всю дорогу сделают. Потом, как говорили, все, вытащили это самое, привезли вот эти вот блоки, вот это самое. Потом приехало 5 человек, потом, смотрим, в конце 2 человека. Их спрашивали, они так что-то, то материала нет, то там завод им щебенку не отпускает, то еще что-то. А потом вообще никто не приехал туда. До начала ремонта во дворе были пешеходные дорожки, но старый асфальт в некоторых местах поднялся. На площадке перед домом растет больше десятка деревьев. Кору и корни нескольких из них строители повредили техникой. Местные жители переживают за судьбу высаженных почти 40 лет назад деревьев. Но один из самых волнующих вопросов – где проводить время после ремонта? Сейчас на площадке сделали такое большое количество дорожек, что, как утверждают горожане, не осталось места для детской площадки и скамеек. Здесь мы своими руками пытались делать детскую площадку. Песочницу ставили, деревянный домик у нас вот здесь, вот детки играли, вот эта вот заваленная горка, это все мы делали собственными руками жильцы, родители детей. Ну и оно все, конечно, тоже уже это самое. А теперь вообще негде, теперь негде этой площадке вообще быть. Нам сказали, что она по проекту не запланирована, детская площадка, только озеленение и дорожки. Но дорожек этих слишком много, они абсолютно здесь ни к чему. Сейчас у жителей образовалась новая проблема. Во время действия режима всеобщей самоизоляции, когда нельзя выходить из дома дальше 100 метров, родители с детьми не могут поддышать воздухом, сидя во дворе. До начала ремонта детворе можно было покататься на горке или отдохнуть на лавочке. А сейчас забавы могут стать опасным развлечением. Сейчас у нас режим самоизоляции. Детки очень просятся на улицу. Выйти из подъезда возле дома, посидеть на лавочке хотя бы 5 минут, ну 20 минут посидеть с ребенком, чтобы ребенок погулял. Здесь негде. Когда-то здесь выходили, хоть немножко дети могли погулять. Сейчас у нас некуда пойти с ребенком. Далеко от дома никуда не уйдешь. Дети бедные дома уже все извелись. Но выйти вот сюда – это невозможно. Когда дождик пройдет, это здесь болото. При ремонте во дворе не установили информационный щит, на котором должны указать сведения заказчики, подрядчики и сроках работ. Поэтому со строителями граждане связаться не могут. Управляющие компании предположили, что рабочие сделали паузу в ремонте на время действия режима всеобщей самоизоляции. Точную информацию нам пообещали предоставить в Департаменте городского хозяйства правительства Севастополя. Маргарита Чернуха, Юрий Реутин, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59-060, а также мобильный плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте нтсдфиз.тв.ком. Ждите новостей. До встречи. Не болейте и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин